Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, с вами Татьяна Любимова, я природная ведающая. Давайте посмотрим, что интересного расскажет сегодня нам наша уважаемая Таро. Из пространства, общего пространства вариантов, какая информация будет получена для неё, я вам, то есть для неё есть все сейчас, для этого чтения, этой информации есть все возможные у нас с вами способы, да, экстрасенсорно читаю информацию, Таро, мой магический инструмент, но даже вот в общем формате можете получить достаточно достоверную. Инфу можете поставить сразу лайк данному видео. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведущая, дорогие те, кто желает обратиться индивидуально по фото, просматривая также на картах Таро, читайте, пожалуйста, информацию под видео и пишите ваши заявочки. Учитывая время, указанное в информации, ну хорошо, давайте посмотрим. Давайте вообще ваше чувство, ваше отношение к нему, насколько он ценит, нужно ли ему это, нужна ли ему ваша любовь. Заодно, да, к его мыслям и чувствам вот ещё такой доп-вопросик будет, а что там вообще с ним. Изначально сейчас человек находится в радостных чувствах, когда более-менее всё хорошо клеится. Если человек женат, не свободен, он в своей семье, в своих пенатах, он радуется жизни, он достаточно комфортно себя чувствует в социуме, в обществе, он может просто себя чувствовать эмоционально здоровым, радостным, насыщенным. Просто его близкие, его семья также могут поддерживать, и, может быть, он не женат. Просто он черпает свои силы, эмоции положительные, положительный настрой в своей семье, в своих близких, друзьях, в тех людях, с кем ему хорошо, комфортно, те, кто его уважают. Мужчины сейчас прямо в прямом смысле на коне. Император показывает, да, мужчина, который любит, чтобы всё было чётко, ясно, по-мужски, мужские поступки делает, да, всё размеренно, чётко, по полочкам у него. Не любит, чтобы учили жизни и учили его, как надо, да, как это надо, как нужно жить. Тем не менее, мы видим, Аркан Луна, внутренние переживания и метания, они есть, они существуют. Как бы внешне красиво он не выглядел, хорошо, восхитительно, в добром, бодром настроении духа, мы видим, что всё-таки Аркан Луна говорит о некоторых сомнениях и страхах. Могут быть сложные самоощущения, где-то даже неуверенность в себе. Вот человек с этим должен будет столкнуться. Возможно, сейчас он уже сталкивается, и какие-то моменты он очень глубоко внутри переживает. Давайте сейчас немножко попробуем раскрыть, что здесь похоже на то, что сам в некоторых моментах этот человек закрывает какие-то возможности для себя, потому что не верит кому-то, думает, что здесь не искренность и подвох, или опасается подвоха, измены, предательства опасается. Это может быть в работе, в социуме от людей, которые выше по власти, по уровню начальства. Может быть, высокопоставленные друзья, товарищи, или вообще те люди, с кем он работает. Вообще он опасается за свою работу, за своё выражение, самовыражение, за свои уже те цели, которых он добился, за своё спокойствие, даже так можно сказать. Вообще всё то, чего он достиг непосильным трудом, вот сейчас почему-то он опасается и держит как-то оборону. Посмотрите, старается, видите, как бег по кругу. Возможно, да, здесь удар может быть нанесён его финансом, его спокойствию, и человек прям в занятии аккуратно, осторожно обходит острые углы, острые камни, старается избегать, копит сейчас силы, средства, возможно, денежное удержание у него. Может быть, он хочет ложиться куда-то или откупиться, или, как говорят, дать на лапу, а может быть, просто для продвижения чего-то или просто будет какая-то покупка. То есть, ну, он ещё и сомневается на этот счёт, но старается сейчас очень аккуратно быть, быть и, возможно, излишне не тратится как раз-таки для того, потому что предстоит ещё какое-то вложение денежных, финансовых средств. Как там вы в его пространстве? Какой он вас ощущает? Во-первых, мы видим здесь хорошие перспективы, это сразу. Как-то вы вписываетесь в его, вот это ощущение приятности, то, что всё хорошо. Значит, видит, что вы проходите сама некие трансформации. С прошлым у вас таков разговор, вы движетесь вперёд, скорее всего, делаете какие-то выводы. Может быть, даже видит вас, что вы с кем-то расстались. Но аркан смерти, старший аркан, он говорит о больших трансформациях, внутренних, внешних, ваших личных. Может быть, пережили развод кто-то из вас, он видит вас. Неплохого потенциального партнёра, у кого-то будет по бизнесу, кто-то здесь будет из вас дружить или уже дружит, общается. Но здесь есть какая-то дозированность. Информации о вас не так много. Или чтобы дать, надо, чтобы получить, точнее, нужно сначала дать что-то. Как-то, возможно, он понимает, что вам не додаёт того же общения, того же внимания. Может быть, он пока понимает, что здесь какое-то идёт отзеркаливание с вашей, с его стороны. Но можно сказать, знаете, что ещё он вас видит немножечко такой романтичной натурой. Склонный верить, склонный витать в облаках время от времени. Вот сейчас, во всяком случае, очень на это похоже. Может быть, он анализирует некую ситуацию, происшедшую с вами. Может быть, вы склонны помогать. И иногда вас легко даже обмануть, чтобы взять у вас какую-то помощь, поддержку. И каким-то образом ваше время, энергию. Но не всегда это как бы оправдано. Мы ещё здесь сейчас раскроем, что лишает вас неких перспектив. Почему-то он это так видит. И он говорит, лучше бы вы подождали немножко. Вот здесь лучше бы вы не торопились что-то делать. Немножко умели абстрагироваться. Потому что это как-то влияет на ваше будущее. Вот то, что происходит. Что-то он за вас переживает или просто. Но здесь вообще колесо судьбы. Дорогие, вы идёте ему по судьбе. Он смотрит на вас, думает о вас. Как вы вклиниваетесь, как вы вписываетесь в его пространство. Колесо судьбы. Мы делаем выводы. То есть вы привносите в его жизнь вместе со своей трансформацией, трансформацию каким-то образом. Не то чтобы даже обнуление. Какие-то перспективы даёте. Или повод задуматься. То есть в его жизнь, в его пространство вы также вклиниваетесь. Хорошо это или плохо. Это не скучно, как минимум. Это может всё ставить с ног на голову, с головы. На ноги. И вот так вот, как колесо, которое то вверх, то вниз. Сейчас идёт на позитиве. Нужно уметь шансы, которые предоставляет судьба, использовать. Вообще видит вас светлого человека, склонного к вере в будущее, в хорошее, в прекрасное. Возможно, он даже думает, что вы ему интересны длительное время. И он не собирается сейчас каких-то резких движений по поводу вас. Если вы смотрите, человек, который сказал, давай расстанемся, давай подумаем, да, на паузу поставлено. Здесь ещё, в принципе, нет окончательного его чёткого решения. То есть мы не знаем же, да, какая у вас конкретная ситуация. Да, вот здесь как раз-таки может быть пауза, но здесь опять же старший аркан, жрица. Всему своё время. Ещё не все выводы сделаны и не всё сказано, не всё понятно. Через какое-то время, когда вот не надо просто торопиться здесь, будет ещё либо встреча, либо общение, либо какая-то информация, которую вы узнаете, которая будет связана с этим человеком, и он вас держит в поле своего зрения, в поле своего внимания. Мысль о вас сегодня первая, вот так, счастье и радость. Его десятка кубков очень связана с чашей кубков, с тузом, с шансом на счастье сразу. Как бы то ни было, что бы ни показывали. Дальше показывают почему-то большие ограничения, некие ограничения. И вот ситуация, что воля, что неволя. Посмотрите, но это же влюблённость, это чувство, это эмоции. Он испытывает к вам эмоции, потом понимает, что не всё. Сейчас можно, есть некие помехи, и пока приходится лавировать. Вот это что воля, что неволя. Здесь кого-то расстояние разделяет. Нужно ещё чего-то добиться, настоять на чём-то, на своём. Возможно, чтобы дальше было чему порадоваться. Вот здесь пока в общем. Постарший аркан сейчас возьмём. А вот и старший аркан. Здесь идёт собственная самореализация, и почему-то вы идёте в отшельнике. И он, и вы. Это вот общий сейчас итог, такая небольшая квинтесенция, да, сказанному. Мы сейчас поменяем колоду. И ещё позадаём вопросы. Может быть, пока это временное пребывание в состоянии некоего отстранения, покоя и одиночества. Но это одиночество – это путь к себе, на первое место пока выходит самореализация. Может быть, вы взяли небольшой, действительно, перерывчик, но у вас старшие арканы. Пока, может быть, что-то непонятно между вами. Но во главу угла сейчас встаёт не желание поругаться, а желание опознать себя и делать свои дела, работать над собой. Вот это вот первое важное. В общем-то, сначала самолёт, а девушки потом. Так, давайте посмотрим вообще, что там с чувствами. Нужны ли ему ваши чувства, ваши эмоции? Может быть, у вас какая-то помощь? Что там у вас к этому мужчине, к этому человеку? Можете, кстати, сразу поставить лайк или в данный момент поставить лайк данному видео. Это ваша благодарность, дорогие, за мой скромный труд. Это помогает в развитии и продвижении канала. Также это благодарность, ваша оплата за мой скромный труд. Ну и любая благодарность пусть делает только благо и будет во благо. И в первую очередь сослужит добрую службу вам. Итак, вы и он. Что сейчас во главе угла? На что обратить внимание? И потом ещё посмотрим, что там с вашими эмоциями и как он к этому относится и вообще ко всему, что с вами происходит. Девчонки, он сейчас всё-таки в своих делах, в реализации, он может быть немножко отстранён даже, но у него очень много дел. Вы стабильная, спокойная? Между вами какие-то зачатки, эмоции? Нет, сейчас вот он думает о вас. У него прям внутри может клокотать от тепла, от нежности к вам. Вы вызываете конкретные эмоции у человека. Если даже он там сухарь, одиночка, идёт сам по себе, неважно, есть у него кто-то рядом, нет. Он двигается по собственному пути и ему как бы не до любови особенно. Но вы вызываете эмоции, мы это увидели. Дальше. Вот сейчас смотрим на данный момент, что там между. Сразу показали. Вот какие-то паузы, какие-то стопы. Эмоции сразу показали, но они в состоянии импульса. То хочу, то не хочу. Вот что-то незрелое сейчас есть между вами. Как бы нет чёткой основы, нет чёткого понимания. Здесь ощущение, что кто-то старше, кто-то моложе, как будто бы, хотя вы можете быть ровесниками. Дальше. Нужны ли ему ваши чувства? Колесо судьбы. Ну, что вы на это скажете? Он не может этого избежать. Нужно, не нужно. Он сейчас весь в состоянии действительно трансформации. То есть когда человек не может... И вот его одиночество. Вот его отшельник. Посмотрите, как информация повторяется. То есть читается очень даже верно. Несмотря на то, что это общий сеанс. Он сам по себе. Он должен вкладываться в себя. Он должен развиваться. Он должен чего-то достигать. Ну, вообще-то большого успеха и прочее. Да, он должен охранять свои границы. И не впускать слишком глубоко в сердце. Потому что у него сначала первым делом нужно и удержать свои блага, свои позиции, то, что он уже получил. То, что он имеет. И даже стремится тем более стремиться к лучшему, к более высокому положению, возможно. Быть в статусе. В высоком статусе. И посмотрите, несмотря на то, что вы его судьба, вы по судьбе даны человеку, но это не значит, что вы прям должны быть 24 на 7. Тем не менее, вы судьбоносная женщина в его жизни. Ему нужно все, что есть у вас, но для того, чтобы он проанализировал. Это эмоции ваши. И как вы себя позиционируете. Как вы, рады, не рады. Все, ваша искренность, неискренность. Он вас просматривает со всех сторон, дорогие. Конечно же, как вы ему. Милы или страстно он вас желает. То есть по колесу судьбы. Но это большой охват. Это, в принципе, все. Вот вы вся без остатка. Вы ему интересны. Но он мог здесь делать фентушами. Неожиданно просто развернуться и уйти. Кто-то вообще потеряться. Кто-то отстранится. Якобы в поисках лучшей доли. Но здесь обязательный возврат. Как по колесу судьбы, так и по данным арканам, которые мы видим. То есть здесь мужчина ушел, чтобы вернуться. Разбежался. Разбежался назад. Здесь его должно к вам просто привести. Некие силы его к вам притащут обратно. У вас здесь есть некое недоверие в институт брака. Возможно, в, знаете, как еще, вот тут духовный путь. Какие-то обстоятельства, да, при которых вы могли бы быть вместе. Но на данный момент получается так, что здесь у вас, либо вы понимаете, что нет возможности скрепить этот союз узами брака. Может быть, вы нам уже смотрите, что здесь есть какое-то расхождение. Есть недоверие либо этому человеку, либо вообще к какому-то окружению вашему. Либо вы сейчас, просто на данный момент, вам нужна стабильность, вам нужна понятность и четкость. Какие-то догмы, навязывание авторитета, да, может быть, у вас в жизни кто-то пытается учить. Вам это вообще не нужно никак. Но здесь какая-то проблемка. Вы посмотрите, вы сами больше видите сейчас неискренность. Возможно, было предательство. Может быть, вы подозреваете, что человек неверен, или кто-то у него есть. А на самом деле, знаете как, вот проехаться катком, возможно, и вы по этому человеку катком проехались. По колесу судьбы. Ведь это разное. Даже если хорошо и положительно, но человек от так это все перебудоражило. Ну его нафиг, да, хочу жить спокойно. Такое тоже может быть. И вы принимаете как предательство, как неискренность в отношении вас. Как будто бы ваши прекрасные порывы были отвергнуты. Очень часто здесь вот данная информация, данное сложение, да, арканов может говорить действительно об измене и неверности партнера. Причем делает он холодно, и он избирателен. Вроде как на все, что попало, не кидается, но от этого не легче. Возможно, холод, и вы просто не доверяете. Возможно, не было факта конкретного. Но вы чувствуете, что мужчина не с вами. Либо он может ваши прекрасные порывы даже как-то, как-то, причем прекрасно к вам относясь. Но вообще-то ему неспокойно по поводу вас. Ведь здесь как, вы знаете, между молотом и наковальней находиться на самом деле. Когда женщина вызывает столько эмоций, столько разных состояний в человеке, ему и хочется, и колется, и тянется к вам, и отталкивает его. Здесь такая большая гамма, полная, при полной палитра всего. Вы посмотрите, между ангелом и демоном находиться. И вот здесь подснимается защита даже. Если раньше четко говорилось нет, вы знаете свои границы. Оба между вами еще скорая встреча, свидания, объяснения какое-то, вести. И здесь посмотрите, что-то решать. Что-то решать. Но здесь прям четко уже подбивает с двух сторон. И вам через какое-то время будет необходимо просто понимать, на какой стороне свет или тьма. Что здесь творится? Что происходит? И ему то же самое. Речь уже идет о зависимости обоюдной, о созависимости, о желании обладать. С другой стороны, нужно решить вам дальше вместе или врозь. и конечно наш вопрос, нужны ему или нет, ваши чувства и прочее. Здесь большой куш, здесь большая радость. То, что вы рядом, то, что вы есть в его жизни, вы сама по себе уже большой приз. Вы приносите этому человеку удачу. А что выберет? Здесь 20-й аркан суд. Это решать, и тем более дьявол, аркан рядом. сложная ситуация, но дороги открыты. И вы посмотрите, лошади ведь тоже упряжки черные и белые. Здесь нет однозначного решения, здесь все будет на грани между вами. Здесь удастся ли найти какой-то баланс, договор, договоренность? Нужно подождать. Нужно быть спокойны. Вам совет, рекомендации, сразу как себя вести. Девчат, не бояться расстаться, не бояться разрушений. Просто не бояться, потому что, потому что, ну вот просто потому что. Не нужно этого бояться. Не будете бояться, здесь сразу, здесь идет и примирение, и добросердечие, и вообще сердечность, и желание мира, дружбы, находить общий язык. У вас, у самой могут быть состояния такие очень сложные, да, но после каких-то разрушений всегда есть возможность воссоздать, создать, новое построить, не допуская прошлых ошибок. У вас здесь все равно все выходит в плюс. Ну-ка еще. И от вас, кстати, тоже очень многое зависит, даже когда, казалось бы, уже все плохо. Посмотрите, вот он, аркан трансформации 13. То есть, в любом случае, вот так, как было между вами, оно не может быть постоянным. Должны быть какие-то изменения. Также у вас идет проработка прошлых ваших отношений, или вашего прошлого, которое не нужно тянуть здесь и сейчас. Что-то ошметками может еще плюхаться вот в этот тандем. Поэтому нужно четко вам пересмотреть, что было до общения, до отношений с этим человеком. Пересмотреть, сделать перепросмотр. Есть техники перепросмотра, либо вы можете обратиться индивидуально. Я обучаю, мы проходим практики, энергопрактики и магические, в общем, много чего интересного. ну и здесь большие серьезные трансформации. На самом деле они разные и у вас, и у человека, но вам здесь тоже как совет рекомендации это обновиться, обнулиться. И здесь нужно прям поменяться как-то так, чтобы все было действительно хорошо. Наилучшим и наивысшим образом. Для вас это тоже не просто так. Не интереса пустого ради вы смотрите. Даже кто-то на бывший, у кого-то третий тут прям точно появляются. Сейчас еще. И вот она, еще десяточка кубков, несмотря ни на что. Кто-то вклинивается, не вклинивается к вам. Есть и усталость, есть понимание, что мужчина может быть увлекающийся все-таки, да, но на кону есть полигамия мужская. Вот у кого-то очень сильно это проиграется, а есть возможность отношения эти усилить, сохранить, усилить и возможность создать прекрасную пару. У кого была семья, воссоздать, опять соединить семью, отношения соединить, несмотря ни на что. То есть здесь, если у вас резонирует конкретно по вашей ситуации, есть некие нюансы, можно посмотреть, где соломки постелить, уже в частном, индивидуальном порядке. для этого читайте, пожалуйста, информацию под видео, ну и записывайтесь на индивидуальный прием, чем могу, как говорится, помогу. Ну вот так, пока вот так. И давайте сделаем бонус, три вопроса. Давно не брали, я не брала, не работала с вами, девочки, на общих сеансах, в индивидуальных сеансах, конечно, сначала, первоначально идет экстрасенсорная информация по фотографии, ну и так далее, в каналах яснознания и ясновидения по тому же, в индивидуальных чаще использую, конечно, очень четко показывают скрытые моменты данной арканы. Ну и сейчас мы с вами сделаем три вопроса, подумайте, лучше, конечно, пусть будет это любовь и отношения, другие сферы, ну, можете, конечно, задумать, услышать, какой будет вам ответ, да, и сделайте выводы. Итак, первое, что здесь, девочки, здесь разрушение, здесь ревность, может быть, будьте осторожны, адюльтер и прочее, и тогда, когда неожиданные изменения, обстоятельства меняются, все идет не по плану. Вообще, это аркан осторожности, и пока первоначально нет, а что будет дальше, что будет потом, будет ли улучшение, старший аркан это очень такой сильный, да, здесь ревность, здесь есть выяснение отношений, ревность очень сильная, выяснение отношений, притирка характеров, но притирка очень серьезная, такая, что прям от люблю до ненавижу. жрица, девочки, всему свое время, абстрагироваться, включите, интуицию от страницы показывают, да, все-таки не рвать себе душу, сердце и не изводить подозрениями ни себя, ни того, о ком вы спрашиваете, быть осторожны, еще не вся информация вам известна, еще не все шаги сделаны, но два аркана старших уже из трех, да, говорит о том, что здесь нужно быть прям очень осторожны, аккуратны. Второе, также старший аркан, двадцатый суд, здесь есть вторые шансы, возможно, нужно принять решение либо вместе, дальше, либо врозь, но если вместе, здесь уже на новом уровне, это больше ментальное, это понимание друг друга с полуслова, как частички мироздания, буквально, а не вот здесь быт, все портит бытовуха, она может быть, она нужна, она должна быть, но тогда, когда вы ищете легких путей и к чему-то придираетесь, здесь старший аркан, который говорит, в принципе, да, вторые шансы, не упустить возможность, а может быть, уже пойти в новое, давайте посмотрим, плюс или минус, то есть тут ведь дела серьезные, трансформационные, опять же аркан звезда, здесь будущее, серьезное будущее, или вместе, или врозь, то есть у вас какой-то момент такой, вот все прям, время пришло, опять старший аркан, а девчата, что такое происходит, что происходит, львой качаж, здесь все-таки сближение, сближение, здесь союз, и на длительное время, даже если вы сейчас по каким-то обстоятельствам разделены, или находитесь на расстоянии, здесь длительный срок показывают, отношения, и возможно, это знаете, как все-таки быть женихом и невестой, друг для друга, такая союз, пара, которые длительное время сохраняют искренний интерес друг к другу, сердечный интерес, рядом вместе, очень-очень хорошо, опять же ведь говорим, что это не похоже на 24 на 7, когда муж и жена, когда вот быт, посуда и прочее, но смотрите сами, напишите, как у вас, опять же, два старших аркана из трех, это сильная позиция, очень серьезная тема, которую вы затрагиваете, спрашиваете, девочки, и здесь, в общем-то, воспламенится, здесь страсть может как быть очень быстрой между вами, так очень быстро может она затухнуть, то есть, это такая быстрота страстей, все может быть скоропалительно, хорошо это или плохо, здесь есть некие девочки абьюзец, здесь долго-долго добиваться, здесь может быть ситуация качели, здесь сначала все красиво, очень многообещающее, но добившись своего, человек может убежать куда-то в кусты, и мы видим один старший аркан, здесь урок, урок, это карм, кармический урок, некие качели, вы видите опять свесы, по правосудию здесь изображены, все должно быть по справедливости, возможно в эту ситуацию попасть, даже если вы чувствуете, что плохо, но вы проходите урок, то здесь все относительно справедливо, и нужно найти баланс, и красивую какую-то золотую середину, а что это за середина золотая будет, пожалуйста вы сами решите, и напишите, поделитесь в комментариях, будет очень интересно, как вы для себя восприняли эту информацию, как она с вами резонирует, дорогие, благодарю вас за ваши донаты, вижу всех, и вам, кучек света добрать, а плапость ваши финансовые потоки, только усиливаются, и приносят вам вас сто крат больше, дорогие мои большие обнимашечки, вам за поддержку, и моей работы, и честных, искренних, шикарных, шикарных отзывов, обнимаю вас, с кем мы на одной волне, ваша теплота сердечная согревает всегда, и даже тех, кто читает такие комментарии, девчата, делаем добро, несём позитив, в мир, по мере возможностей, да, вот, и пусть ваши энергопотоки также усиливаются, и быть добро, взаимности вам, и пусть всё будет во благо, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok